Ил-76 считается самым добрым самолетом. Все из-за особого расположения кабин. Сверху пилоты, как будто глаза, снизу штурман. Но чтобы поднять такую птичку в воздух, нужно семь человек высококлассных специалистов. Это наш дом, это наша работа. Мы все дружные экипажи, одна большая семья. Марат Каприэлянс – командир авиационного отряда. В его экипаже второй пилот, бортинженер, радист, штурманы. В авиации Марат 12 лет. Выпускник Краснодарского авиационного училища по распределению попал в Оренбург. Он даже просил об этом. Все для того, чтобы летать на Ил-76. Говорит, что любовь к этому самолету и к небу крепче с каждым днем. Когда где-то на земле пасмурно, дождь, может снег идет, а ты пролетаешь сквозь облака, и там тебя встречает голубая пелена. Это как-то завораживает. Несмотря на то, что в работе авиаторов все четко распланировано, до секунды рассчитаны взлет, заход на вираж и посадка. Весь экипаж очень суеверный. Помимо черной кошки, у пилотов не принято фотографироваться перед вылетом. На 13-е число полета не летаем. То есть на 13-е нет полетов вообще? Ну, скажем так, да. На счету Марата более 3000 часов в воздухе. Романтика полетов и эйфория не проходят после 10-го и даже после 100-го вылета, рассказывает командир. И первый самостоятельный помнит хорошо, до мелочей. Это был легкий небольшой учебный самолет Л-410. Все прошло, как на автопилоте. Но уже тогда он хотел пересесть на габаритный Ил-76. Когда залез в кабину, конечно, столько приборов, столько кнопок, глаза разбегаются. Неужели это все можно знать? Теперь все приборы знакомы. Нужную кнопку или панель находят мгновенно. Удар молний в кабину или отказ одного из двигателей – даже в нештатной ситуации командир не теряет самообладание. Казахстан, Киргизия, Италия и почти вся Россия. География экипажа обширна. Миротворческая миссия, перевозка гуманитарных грузов или учения – экипаж всегда с успехом выполняет свою задачу. Ольга Энгельс, Алексей Назин, Георгий Барлуцкий. Новости дня.